Уникальный мост-укладчик Суджей 900-32 был сделан в Китае для проекта по строительству железной дороги из Пекина во внутреннюю Монголию, которая официально открылась в конце прошлого года. Общая протяженность путей составила порядка 600 километров, и естественно, на пути строительства встречались горы и каньоны. При этом дорога рассчитана на высокоскоростные поезда, которые будут передвигаться со скоростью от 250 до 350 км в час. Поэтому сами пути должны иметь как можно меньше стыков, а мосты — достаточно длинные секции. Именно для строительства мостов проектным бюро китайских железных дорог и был разработан мост-укладчик, незатейливо названный Суджей 900-32. А построила его компания Ханжанг Хэви Индэстрис. Цифра 900 в названии указывает на максимальный вес в тоннах сегмента моста, который способен уложить этот монстр. Сам он весит значительно меньше, всего 580 тонн. За все время своей жизни машина способна уложить 700-750 пролетов, хотя некоторым ее экземплярам удавалось уложить и 1000 пролетов, вес каждого из которых составляет от 800 до 950 тонн. В длину моста-укладчик достигает 91,8 метра, в ширину 7,4 метра и 9 метров в высоту. Благодаря таким размерам он может самостоятельно передвигаться по мере строительства по туннелям и дороге. Благодаря такому интересному решению китайских инженеров скорость и эффективность сооружения мостов значительно возросли. Можно объяснить словами, как именно Суджей 900-32 строит мосты, но лучше увидеть это собственными глазами. Тем более, что существует прекрасный видеоролик, где методом ускоренной съемки этот процесс показан очень подробно. Его мы и предлагаем вам посмотреть. Более полувека назад был построен мост через реку Янцзы в городе Ухань. Сейчас в Китае строится 1000 мостов в год, а общее их количество превысило миллион. История китайских мостов — это история развития нового Китая. В настоящее время в мире насчитывается 21 вантовый мост с пролетом 600 метров и более. 17 из них находятся в Китае. Кроме того, существует всего лишь 12 арочных мостов с пролетом более 420 метров, и 9 из них также расположены в КНР. Однако еще 30 лет назад мало кто мог представить, что в Китае может быть построен даже 400-метровый мост. Лишь в 1991 году был успешно построен мост Наньку с пролетом 423 метра, уже через два года над рекой Пудзян вознес и Шанхайский мост с пролетом 602 метра, возведение этих мостов положило начало эре строительства в Китае мостов с большими пролетами. В настоящее время мостовое бюро построило в Китае более 3000 мостов, а их общая протяженность близка к расстоянию от Харбина до Кунина. В ноябре 2015 года всего за 43 часа были проведены демонтаж пекинского моста Саньюань и строительство на его месте нового. В октябре 2018 был завершен мост Гонконг, Чжухай, Мака, который британский Гордиан назвал седьмым чудом светосовременности. Это один из самых технически сложных проектов в истории китайской инженерии. Предполагаемый срок эксплуатации 120 лет делает его чудом технологических инноваций. В июне 2019 года на Международной мостовой конференции две важные награды были присуждены китайским мостам Басиден через реку Янцзы и Лудин на реке Дадуха. Первый, крупнейший бетонный арочный мост, а другому удалось преодолеть сложности, связанные с высокой сейсмической реактивностью и ветровой электростанцией. За строительством больших мостов стоит развитие новых отраслей промышленности, интеллектуального производства и информационных технологий. До строительства моста через реку Янцзы в Нанкине у Китая не было собственной мостовой стали, вся она импортировалась из-за рубежа. После того, как при строительстве этого моста использовали сталь собственной разработки Чжэн Цезыган, Китай последовательно разработал мостовую сталь Q370, Q420 и Q500. На западе страны возведено много мостов, которые изменили социальный ландшафт отстающих районов. Мост Айчжай, расположенный в Сянсе, значительно улучшил транспортную ситуацию в провинциях Хунани Чунцин. Сельскохозяйственная продукция из отдаленных горных деревень на западе Хунани непрерывно транспортируется от моста Айчжай во все районы КНР, в настоящее время один только Айчжайский мост принимает 6 миллионов туристов в год и зарабатывает более 500 миллионов юаней, что напрямую способствует занятости 2000 человек в окрестных деревнях и городах. За последние 70 лет китайское мостостроение прошло три этапа, научиться строить, стремиться наверстать упущенные и превзойти лидеров. Реализация инициативы пояса и пути открыла новые возможности для участия Китая в строительстве инфраструктуры разных стран или регионов, а мосты умного китайского производства востребованы во всем мире. Компании China Railway Bridge Blue Row и China Communications Second Aviation Blue Row имеют на своем счету более 50 крупных мостов за рубежом. Они гарантируют разумные цены, инновационные технологии и надежное качество. В сентябре 2013 года был официально открыт для движения мост Сан-Франциско, Окленд-Бэй, это однобалочный самоходный сейсмоустойчивый подвесной мост с самым длинным пролетом среди аналогичных стальных конструкций в мире. В марте 2014 года состоялось открытие второго моста в малайзийском Пенанге, самого длинного моста через море в Юго-Восточной Азии. В декабре 2014 года был открыт мост Зёмун-Бол-ЦА через реку Дунай, это проект, также осуществленный китайской компанией. В июле 2016 года был официально открыт для движения крупнейший вантовый мост в Африке, мост Мохаммеда VI в Марокко. Этот мост местные жители называют мостом мечты. Китайский подрядчик Фэнгс Хэнха Хэви Индустри завершил сборку стальной башни моста Ньюгалвбридж, США с основным пролетом 565 метров и ежедневным объемом трафика 300 тысяч машин. К проекту предъявлялись высокие требования, устойчивость к землетрясению силой 8 баллов и немедленное открытие для движения после землетрясения. С древних времен Китай называли царством мостов. Более 1400 лет назад были построены такие передовые мосты, как мост Чжачжоу. Сегодня строительство и технологии мостов в Китае выходят на мировой уровень и делают шаг вперед, благодаря им китайский путь становится все шире. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok